Ульяновск инвестирует в будущее В Москве прошел крупнейший инвестиционный форум ТЭЦ-1 стала энергосберегающей Нужна ли ульяновску альтернативная котельная Ульяновских новостей в эфире каналов станет больше В Димитровграде открылся технопарк Кванториум В Москве прошел форум инвестиций в регионы Инвестиция в будущее В нем приняли участие представители 82 регионов страны И более 20 стран мирового сообщества Это глобальная площадка по выработке новых прорывных решений По привлечению в регионы целевых капиталов и инвесторов Российский фонд прямых инвестиций Это серьезный финансовый инструмент В помощи развития регионов Крупнейший форум инвестиций в регионы Инвестиции в будущее прошел в Москве Мероприятие этого года посвятили Ключевой теме социально-экономического развития страны Реализации национальных проектов На форуме работала и ульяновская делегация Причем губернатор Сергей Морозов стал единственным региональным лидером Выступившим перед федеральной аудиторией Организаторы форума Российский фонд прямых инвестиций Совместно с Советом Федерации Ульяновская область, будучи не самым богатым регионом России В то же время является одним из наиболее активных регионов Которые привлекают инвесторов Поэтому опыт вашего губернатора Мне кажется, очень важен Для распространения по всей стране Фонд тесно сотрудничает с Ульяновской корпорацией развития Несколько проектов находятся в стадии обсуждения И соинвестирования иностранцами в Ульяновскую область Рецептом по работе с частными инвесторами поделился губернатор По его словам, важно развивать государственно-частное партнерство Совместно с нашими коллегами создам сейчас крупнейший медицинский центр Который будет решать вопросы совершенно Внедрение совершенно такой самой лучшей мировой практики Работа больниц скорой медицинской помощи В том числе, вот этот большой автомобильный парк Переходит в управление этой частной компанией Постоянное обновление И водительский состав они обслуживают И учат, и облачат Это только один всего лишь пример На самом деле таких примеров просто десят Ульяновской области в свою очередь Сотрудничество с Федеральным фондом Дало возможность в этом году приступить К реализации 16 крупных проектов Что принесло 21 миллиард рублей инвестиций Также Сергей Морозов озвучил ряд предложений По улучшению делового климата в стране Мы приняли закон не так давно о гарантиях инвесторам Хотелось бы, чтобы в федеральном уровне В Государственной доме, в Совете Федерации Этот законопроект был рассмотрен и принят Или, например, мы в этом году приняли интереснейший закон Который, несомненно, привлек нам большого количества инвесторов Это региональный закон о налоговых вычетах Региональный закон по статусу СПИК 2.0 и многое-многое другое Напомним, с 2013 года наш регион занимает стабильную позицию В топ-10 национального рейтинга Инвестиционного климата агентства стратегических инициатив Объем частных инвестиций в область за последние 10 лет составил 1 триллион рублей На форуме также удалось провести переговоры с несколькими потенциальными инвесторами Ликвидируют министерства и трансформируют их функции Сегодня в правительстве обсуждали создание центра развития региона Кардинальная реформа системы управления областью призвана повысить эффективность реализации нацпроектов И приблизить чиновников к народу В минувший вторник губернатор Ульяновской области подписал дорожную карту По созданию центра управления регионом Предполагающим внедрение единой государственной информационной системы Сегодня Сергей Морозов обсудил с коллегами детали проекта Если мы хотим быть действительно инвестиционно привлекательной Территорией конкурентоспособной Территорией, которая активно занимается народным, бережением, наращиванием количества людей Которые у нас с вами могут и должны жить в Ульяновской области То на самом деле мы должны с вами формировать не только теоретики На которых мы только что на предыдущем совещании с вами говорили Не только инвестиционными делами заниматься Но и трансформировать в другую составляющую Для этого совместного военно-важного процесса Я веду разговор про самой власти С начала нового года заработает центр управления регионом Появятся ситуационные центры в администрациях районов и отраслях экономики Центр будет включать работу по интернет-платформе «Решаем вместе» Которая будет принимать обращение населения в режиме реального времени Это должно повысить оперативность реагирования чиновников и ускорить решение проблем Суть реформы – полная трансформация системы управления Однако глава региона особо подчеркнул, что многие сегодня просто не понимают суть предстоящих перемен И ошибочно считают, что документ нацелен на формальный перевод чиновников из одного ведомства в другое Мы говорим о трансформации функций Которые у нас там с Мородатом, с Центром Владимировичем, смотрели Мы в ведомстве с Хрящимом нам написали вот такую, так сказать, депешку Какой она предлагает корпорацию создать То же самое, только, так сказать, без слов министра Баршин просто не понимает, что мы хотим Поэтому считаю, что это касается всех министерств И ведомство, что нам предстоит здесь сделать И это не последнее изменение в системе муниципального управления С января 2020 года некоторым чиновникам будет разрешено работать дистанционно В Америку мы не открываем такие нормы Они, собственно, предусмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации И мы просто у себя приводим соответствие с нормами законодательства Чтобы просто отсутствие на рабочем месте сотрудника не приравнивалось к увольнению Также вступит в силу концепция бережливого управления в правительстве и органах исполнительной власти Которая предполагает внедрение стандарта бережливого рабочего места Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ Чистое и вкусное для всех Сергей Морозов держит на особом контроле ситуацию с качественной питьевой водой в регионе Губернатор побывал с рабочим визитом в Кузоватовском районе Где провел совещание по обеспечению устойчивого водоснабжения Ульяновской области В селе Приволье у местных жителей настоящий праздник В кранах бесперебойно течет качественная питьевая вода Реконструкцию системы водоснабжения поселка люди ждали несколько лет И сегодня благодарна главе региона за помощь в решении этого вопроса Я родилась и выросла здесь Поселок у нас очень хороший, красивый, воздух чистый здесь у нас Спасибо большое губернатору за водопровод, за газ Село очень хорошее у нас, фонари какие повесили на водокачке, как в городе теперь Сметная стоимость проекта из бюджетов трех уровней составила более 22 миллионов рублей На эти деньги подрядная организация проложила 5 километров водопроводных сетей Построила две новые водонапорные башни на 50 кубометров воды Установила 25 водонапорных колонок Сеть также оборудовали 25 пожарными гидрантами Ну колонки со временем, конечно, будут отпадать Люди будут, сейчас уже привыкли, чтобы вода была в доме Чтобы правильно открыли и утром, и вечером она была Вот то, что она будет у них в доме, это гарантировано Для решения масштабной задачи повышения доли регионального населения Обеспеченного качественной питьевой водой из центральных систем водоснабжения Губернаторам утвержден проект повышения качества водоснабжения Ульяновской области На период до 2024 года Ход реализации документа обсудил Сергей Морозов с главами районов По видеоселектору из Кузоватовского района За прошедшие годы мы сделали огромный объем работы Нам есть чем гордиться Но вместе с тем у нас есть еще огромное количество проблем Которые несомненно волнуют людей Развитие сферы водоснабжения и водоотведения из бюджета с 2006 года Было направлено около 2 миллиардов рублей Выполненные работы в 2019 году позволили получить качественную питьевую воду Для 85 тысяч человек, проживающих в 59 населенных пунктах Одно из таких сел Приволье, где побывал министр перед совещанием И встретился с местными жителями Весной закончили по методике, которую коллеги из Минстроя Российской Федерации нам представили Инвентаризацию сетей И мы увидели, что сети со степенью износа свыше 30% Требуют практически 45 миллиардов для того, чтобы их восстановить Модернизировать, в том числе по современным, новым, доступным технологиям Учитывающие цифровизацию, системы подготовки, очистки И санитарно-защитная зона, обеспеченная в соответствии с последними требованиями Правил и норм, видим, состояния Вода – ценнейший природный ресурс Поэтому обеспечение качественной питьевой водой каждого жителя страны Сегодня становится важнейшей стратегической задачей правительства Российской Федерации Проблем достаточно, но есть и пути решения В Ульяновскую область будут привлечены дополнительные средства федерального бюджета В рамках общероссийского проекта «Чистая вода» Национального проекта «Экология» И государственной программы Российской Федерации Комплексное развитие сельских территорий Только на период пятилетнего плана финансирования работ Из бюджетов всех уровней составит более 3,4 миллиардов рублей Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Уллправ.ДТВ В Ульяновской области утвердили план мероприятий по проведению в 2020 году Года памяти и славы Губернатор Сергей Морозов проконтролировал подготовку органов власти К 75-летию победы в Великой Отечественной войне Включая обеспечение ветеранов комплексной медицинской помощью Мерами социальной поддержки, а также реализацию федеральных проектов и акций В Ульяновской области проживают около 13 тысяч ветеранов Соцзащита проводит обследование их жилищных условий На основе этой работы подбираются необходимые индивидуальные программы Медицинская, финансовая помощь или же решение других проблем В соответствии с указом президента около 6 тысяч ветеранов получили сертификаты и улучшили жилищные условия Ульяновское теплоснабжение переходит на модель альтернативной котельной Обновление системы стартует с января 2020 года Как утверждает руководство компании Т-Плюс, преобразований бояться не стоит Наша съемочная группа побывала на теплоцентрале Суровой зимой в межсезонье ульяновцам будет тепло Наша съемочная группа посетила правобережную теплоцентраль Объект развивается, автоматика постепенно заменяет предыдущее поколение техники Пять турбин и столько же котлов отремонтированы в этом году Технический директор поделился хорошими новостями Предприятие стало более энергосберегающим КПД парового котла поднялся на несколько процентов Соответственно, мы будем работать более эффективно Сжигать меньшее количество топлива Для выработки того же количества тепловой и электрической энергии Ульяновскую систему теплоснабжения ожидают перемены С 1 января 2020 года она заработает по-новому Грядет создание единой организации регулирования и установления цен По методу альтернативной котельной Использование этой модели положительно скажется на источниках теплосетей Альтернативная котельная в том числе не оставляет без внимания источники генерации Если говорить о цифрах, то объем инвестиций в рамках перехода в альтернативную котельную на источниках порядка 3 миллиардов рублей Артерии теплосетей изношены на 70% и инвестировать в них жизненно необходимо Как известно, в нашем городе нередки случаи прорывов теплокоммуникаций Систему теплоснабжения необходимо модернизировать, чтобы избежать аварий и проблем с отоплением Виктория Черкова, Даниил Сурков, Новости Управды ТВ Региональный канал «Репортер 73» нашел место в федеральном мультиплексе С конца ноября наши коллеги начнут вещание и на девятой кнопке Однако из-за технической перенастройки с экранов телевизора Жители региона могут пропасть каналы первого мультиплекса Паниковать не стоит, Рината Алюлова расскажет, что нужно сделать в таком случае Эра аналогового вещания подошла к концу Телевизоры всех субъектов страны перевели на цифру Финальным аккордом хождения в цифровую телевизионную эру Ульяновской области В этом году станет переход одного из региональных каналов в состав первого мультиплекса Теперь «Репортер 73» будет вещать помимо 21-й кнопки еще и на общественном телевидении России Пять часов каждый день, три часа утром, два часа вечером ульяновцы смогут узнавать новости о своем регионе еще в одном формате И получат эту возможность буквально 29 ноября Этому событию с конца лета предшествует череда серьезных профилактических и технических работ В ночь с 11 по 12 ноября ульяновское отделение российской телевизионной и радиовещательной сети начнет обеспечивать трансляцию региональной версии канала ОТР Согласно первому сценарию все может пройти гладко Второй путь, он же прогнозируемый, принесет некие неудобства Из-за модификации параметров цифрового сигнала возможно кратковременное пропадание сигнала первого пакета программ, подаваемого в сеть кабельных операторов В 70% случаев часть передач пропадет на ТВ-приставках Пользователю необходимо сделать следующую вещь Приставку либо телевизор нужно привести к заводским настройкам через пульт управления После этого осуществить перепоиск каналов Все каналы найдутся в полном объеме И в дальнейшем получение, так скажем, модифицированного пакета проблем не возникнет Если перенастроить оборудование самостоятельно не получится За консультацией можно обратиться на горячую линию, телефон которой вы видите на экране Также помочь вернуть региональные каналы могут волонтеры Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ В Димитровградском техническом колледже прошла презентация проекта «Кванториум» Развитие технопарка обойдется федеральному и региональному бюджетом в 71 миллион рублей Здесь дети от 5 до 18 лет могут заниматься научно-техническим и инженерным творчеством Презентация состоялась в рамках недели нацпроекта образования Слово нашим димитровградским коллегам В холле Димитровградского колледжа разместились площадки разных мастер-классов Когда можно подойти и попробовать все своими руками В принципе, можно даже определиться с будущей профессией Более 70 миллионов из федерального и областного бюджетов направлено на развитие этого технопарка На закупку компьютеров, оборудования, приглашения педагогов Презентация проекта «Кванториум» в городе Димитровграде, которое у нас будет введено в строй уже в следующем году Поэтому в этом году активно начата работа по подготовке к этому проекту Надо сказать, что этот проект будет реализован и уже начал реализовываться в ходе национального проекта образования по направлению успеха каждого ребенка В новом «Кванториуме» предполагается создать три основные зоны Высокотехнологического оборудования, хай-тек-зона, каворкинг-зона и шахматная гостиная В учреждении также реализуют шесть «Квантумов», которые соответствуют приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации В их числе автоквантум, промдизайн-квантум, айти-квантум, промробоквантум, биоквантум, дополненная и виртуальная реальность Здесь педагоги как нашего колледжа, так и Центра дополнительного образования в городе Димитровграде И, соответственно, преподаватели покажут, что вообще в рамках «Кванториума» можно будет освоить на этих мастер-классах То есть это подобие будет тех занятий, которые будут ребята осваивать здесь Наш мастер-класс посвящен трехмерному моделированию То есть, чтобы дети научились работать в системах автоматизированного проектирования Они там могут создавать... Сегодня мы создаем трехмерную модель робота Потом трехмерную модель домика также мы будем создавать сегодня То есть посвящено именно созданию сложных технических объектов А для родителей была устроена своя презентация Тема – развитие дополнительного образования и подготовка будущих ученых со школьного возраста Это очень хорошая идея, перспектива для наших детей, для учебы, для развития Наши детки должны развиваться, учиться, познавать все новое и новое Потому что мы этого ничего не видели И я думаю, что для детей, для наших это будет очень хорошая перспектива в будущее Открытие Кванториума назначено на 1 сентября 2020 года Марина Антуганова, Анжелика Борвинок, Демград-24 Специально для AllPravdaTV Медиация становится все более востребованной среди россиян Такой способ позволяет разрешить правовые конфликты без обращения в суд Решение в спорном, например, имущественном вопросе происходит благодаря участию беспристрастной третьей стороны медиатора Участие нотариусов также необходимо Вопросы нотариального удостоверения соглашения обсуждали в Ульяновске Как правильно нотариально удостоверить медиативные соглашения? Этому вопросу был посвящен семинар для ульяновских нотариусов Мероприятие провел доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Самарского государственного университета Юрий Поваров Медиация позволяет разрешить правовые конфликты, не обращаясь в суд В этом помогает привлекаемая третья, незаинтересованная в вопросе сторона – медиатор Особенно это эффективно для родственников, деловых партнеров или друзей Людей, взаимодействие которых должно быть сохранено в будущем Нотариус играет важную роль в обеспечении гарантии выполнения всех договоренностей в ходе медиации И чтобы вот это медиативное соглашение стало обязательным, оно обязательно нотариально будет удостоверяться Для того, чтобы она была обязательна для обоих сторон Для того, чтобы родственные отношения не рвались, человеческие, дружеские отношения не рвались Потому что путем медиации заключения и подписания такого документа будут регулироваться очень многие имущественные вопросы На семинаре нотариусы и их помощники детально рассмотрели вопросы нотариального удостоверения медиативных соглашений Которое стало обязательным с 25 октября этого года В случае уклонения одной из сторон от исполнения условий договора Сам документ или его нотариальная удостоверенная копия могут быть сразу направлены судебному приставу исполнителю В выходные в Ульяновской области ожидается похолодание Температура воздуха днем опустится до нуля градусов Ветер северный 5-8 метров в секунду Местами возможен мокрый снег Президент России объявил 2019 год годом театра Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта Театральное Приволжье.рф С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43 У каждого спектакля свой номер От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных Он размещен на экране при показе в эфире В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля Победители получат награды Это все новости на сегодня Смотрите итоги дня на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30 А также на информационном портале уллправда.ру Хороших выходных! Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений Нужен семейный совет Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке Или простоту в пару кликов Мы объединили все, что вам важно Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн Грамотный семейный совет для всех ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА